Сейчас мы прогуляемся от ресепшен вдоль детского аквапарка. Отправимся на пляж. Сейчас по местному времени 14 часов 30 минут. Работает детский аквапарк. Включены горки. Отдельный обзор детского аквапарка обязательно будет. Смотрите в описании. Добавим ссылочку. В принципе деткам всего хватает. Конечно если ребенку уже 13 с плюсом 14, то будет конечно не очень. А если бы уже раз 10 одели, то вполне всего хватит. Вот здесь такая зелененькая лужайка симпатичная. Мы пока что не разобрались, какое же время суток нужно выходить фотографироваться, чтобы были красивые фотографии. Море меняет свой цвет на протяжении дня. Тоно становится очень похожим на средиземное. Тоно приобретает конкретно синий оттенок. Территория красивая, довольно-таки ухоженная, но очень компактно. Вечером в принципе тем кто привык к огромным отелям, где можно гулять и гулять. Здесь так вот маленькая такая небольшая прогулочка. Вот ресепшн. Вот так вдоль всех бассейнов и отеля до пляжей. Здесь у нас non-active area. В этом бассейне самая холодненькая водичка. Для тех, кто любит хорошо плавать, чтобы никто не мешал. Вот глубина 155 сантиметров. Но он практически всегда пустой. Давайте попробуем водичку. Ну, знаете, не ледяная. Вполне можно купаться. Не знаю, с подогревом он или нет этот бассейн. Он тоже очень большой. Места хватит. Здесь мы идем, идем. Все, 155 сантиметров. А вот за... Идем. Здесь же глубина уже 120 сантиметров. Где идет? Уже девка. Так, справа перед пляжем находится фонкорт-зона. Там в этом баре есть пицца, паста, также мороженое, напитки. Сейчас мы пройдемся туда поближе. Здесь находится детская площадка. Обзорчик на детскую площадку, кому интересно, также будет. Следите за новостями, за новинками на нашем канале. Вот. Это барчик. Фудкорт. Фудкорт. Также постараюсь уходить. И мы будем раздаться. Посмотрим, какие-то виды. Кушать. Ничего вкусно покушать. Вот сейчас в море очень красивого цвета. Такие вот зонтики. Есть стойки для посуды. Есть мусорки. Вот из шизлонгов. Есть заслоны. Есть стойки. Не хватает на территории холодильников с водичкой. То есть бутилированную воду можно взять в барах. Вот. Нужно просить. В баре, который находится рядом с пляжем, водичка лежит прям. телевизор. Шизлонгов. В барахbase. Практически нет. Практически нет. среди отдыхающего большинства беларусь украина несколько можно встретить сербов еще некоторых иноязычных но в основном это беларусь украинцы на данный период в россии нет возможности летать в Египет все закрыто пляж пустой не знаю почему заняты все жеслонги возможно остается привычка оставить полотенце и уйти заниматься своими делами к сожалению привычку не искоренить уже по ходу только какими-то санкциями вот вот такое вот море заход в море очень плавненький, песочек, глубоко можно идти просто гулять но нет таких сильных отливов чтобы море куда-то уходило и превращалось просто в какую-то грязь водичка всегда есть и есть она у берега если посмотреть возможно по цвету песка по степени окрашивания можно предположить что водичка уходит когда-то когда-то прибывает но ненамного никакого дискомфорта по поводу отсутствия воды нет в некоторых местах но похоже там какие-то остатки кораллов камушки ракушки поэтому может быть не очень мягенько заходить если у вас очень чувствительные ножки или у вашего ребенка то тогда лучше брать с собой коралки видели коралловые тапочки самые простые продавались сэнзо молл торговый центр в супермаркете спиннерс там прям лежат тапочки не помню сколько точно они стоили что-то порядком 7-8 долларов то есть если уж совсем никак или если вдруг возле отеля вам продают тапочки за 15 долларов а вам их нужно четверо вот он съедет туда большинство ходит без тапочек вроде как все нормально никто не поранился пляж небольшой то есть вот до тех ограждений впереди у нас ограждение там натянута сетка хищных рыб вот с этой стороны целый порт куча яхт пляж небольшой место всем хватает вот если бы не эта привычка занимать просто так шезлонги и уходить куда-то и и и и и и и и